ЗАВЕС КРИПКА! Всё хорошо. Чародейки, конечно, всё хорошо. Я радуюсь, я счастлив. У нас 14-я серия. А на чём мы остановились в прошлой разе? Ну, там сюжет не сильно двинулся в прошлой серии. Кстати, да. Они сражались с невидимым монстром, с невидимым кабаном. Да, да, да. И нам говорили, что это сюжет, а это не сюжет. Ну, слава богу, да. Опять филлер. Ладно. Мы нормально относимся к филлерам. Вот самый мой любимый филлер, который мне, несмотря на то, что моя жопа горела, понравился. Картина? Мне тоже. Картина, вот он прям, знаешь, он интересный. Он такой, да, он не влияет на сюжет, но он, ну, какой-то такой волшебный. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны, и хорь, и хорь, и хорь. Отвечте таланты, когда не поздно, в плейдзи готовы к бой. Бойся. И кислотей, у нас одна команда. Мы славим! Сбережем наш мир. Озла, он вверх, на свежом льда, Ёмно-велико! Я Фобош. Не вернув пути на шанс, на час, в землю звонить! Чародейки! Нравится? Сальваторе! Родительский день. Все символы Элеон, тело, ум и дух. Церемония приобщения завершена. Вау! Ну, у меня вопрос... С нее ее приобщили. Не знаешь, что думаю? Не, ну как, с ее элементами. Я думаю, как работает определитель ума? Контрольная, как определитель ума. Да, ну это она вложила в эту контрольную свой ум. Это же магия. Я могу понять волосы, типа тело. Я могу понять дух. Она написала контрольную с помощью ума своего. Я просто думаю, что... Вот как эта магия понимает, что это ее ум, да? То есть смотри, вот сделаю... Все остальное магия может, а дух не понимает. Ну, понимаешь, там есть конкретно. Вот воздух, это конкретно ее. А волосы, это тоже конкретно ее. А тетрадку положили, это там... То есть там паста. Это продукт ума какого-то чулака, китайца, который это взялся и произвел. Потому что я по контрольную списала. В том числе. Ну, то есть, что... Просто вопрос интеллекта, что такое ум и где он начинается. Ну, а как его осязаем? Вот. Его... Он вообще неосязаемый. Мне просто вопрос... Ну, не все тогда какого-то... Я понимаю, что они такие... Контрольный признак ума, но это настолько неуловимая штука, что результатом ума... Вообще все, что нас вокруг окружает, из-за цивилизованной мира, это результат ума. Причем ни одного человека. Вот весь прикол в том, что наш интеллект строится на базе чужого, до этого сопутствующего к открытию интеллекта. И так вот, по чуть-чуть, поколение за поколением, мы типа умны. Я сейчас сижу умничаю, но я же не придумал все это. То есть я где-то сидел. Ну, иногда мне кажется, что ты придумал. Ну, где-то да. Подавил сопротивление Эллион Переходу. Но лишь на время ты должен немедленно открыть моей сестре, что она принцесса Меридиана. Такая классная стука. Вот она обрадуется. Ну, очень похоже на фритюрницу. Дух моей сестры. Сейчас просто весенние празднички. О, да. Шашлычки и все такое. У меня везде фритюры виднеются. А мы будем с тобой шашлыки делать? Мы же уже делали. Да. Но в духовке что-нибудь. Духовке что-нибудь, да, приготовленную. Что-нибудь прикольное, да? Приведи ее сюда Будет исполнено сегодня же После коронации ее сила Станет моей А какие образы Может Фобос уже расскажет Как он собирается Ну, плевать, мне больше нравятся все слуги Да Он что, злой? Он поехал Чему можно удивляться, ребят? Вот вы лысые, сидите там с ним постоянно Вы уже видели его самодурство Он, видимо, каждый раз пробивает потолок Вашего воображения Такой, ну что еще может? О! Тебе пора, Эллион Я не хочу уходить, это нужно? Да, школа важна До поры Только не эту Она старая и ветхая О! Это же точка инверсии Через которую они попали в его карманное измерение Возможно Помнишь эту книжку? Кажется, это она Да Знаешь, я раньше любила школу Теперь мне приятнее работать с тобой С родителями не клеится Иногда мне хочется уехать от них Нет, это авторы однозначно прописывали Я знаю, что я задолбала своим пренебрежительным отношением к подобного рода любви Но все равно здесь четко прослеживается У нее проблемы Проблема, ей не с кем общаться Она вот нашла Это как-то нехорошо Это прям как в жизни Это нехорошо Вообще, я смотрю на Элли Сейчас вспоминаю себя Я, короче, отрабатывала тоже у нас в универе библиотеки Протирала эти книжки Ветхие тоже Но там не было Седелька Волнуйся Время придет Привет, Элли Пройдемся до школы Я вчера звонила Твоя мама сказала Ты ушла с подругами Надо было закрыть Ну, это Лягушонок Вилл заболел Вилл плюшевая игрушка Это не совсем болезнь Мышину стиральную засунули Я? У меня здесь работа Ладно Встретимся в школе Корнелия Моя лучшая подруга Но порой кажется Что только ты понимаешь меня Да она задолбала Но она очень красивая девочка Да понятно Я просмотрю на такие реснички нижние красивые Как прям у ее брата Бесит то, что она доверяет ему Не нравится тебе, да? Угу Неприятно? Угу Ни хрена себе Бланк, спорим? Ах Завтра родительский день Чай, концерт, веселье Да, стадо предков Ха, вот уж правда весело Точно Мечтаю показать им контрошку по истории Реферат по физике И что я еще там от них прятала? Мои? Весь вечер будут убирать мне волосы Зачем ты прячешь личика? Что может быть отстойнее? Они хоть не испекут кекса с твоим именем Или хуже, с твоей детской кличкой Масипусеночек поместится? А лапулька? Да, это хоть покороче Думаете у вас проблемы? Полюбуйтесь Все ставишь смайлики вместо точек над И Да уж, а еще шестой класс У меня трояк за контрольную по математике Я могу спрятать ее Порвать Съесть Но если мама поговорит с миссис Рудольф Я под арестом Ой, жесть Везде Мне нравится, что везде одинаковые проблемы Реально Да В целом все то же самое Но меня, правда, родители не ругали В целом Вот мы Вот мы Мы, вот мы все Мы вот правда будем ругать детей за плохие оценки? Я вот задаю себе этот вопрос Я правда буду это делать? Я думаю, что я нет Я же не буду этого делать Но Как я могу ругать за что-то, в чем я сама не вижу ценности? Мы не должны так делать, ребята Давайте все пообещаем Что мы не будем ругать детей Сикс Хаулет Сука, живи Без тебя не превратимся Привет Элён, привет Не хочу вам мешать Надо рассказать ей все Нет Эллион струсит А Фобус только этого и ждет У Калеба и Бланка все под контролем Вилл И задолбала Да ты что, тетка Поговори со своей подругой Что происходит? Почему Уилл все решает? Надо довериться ее интуиции Вспоминая эту склерозную бабку Нет И они команда Они едины Они должны У них должна быть демократия Они должны принимать решения все вместе Общим голосованием Ну нет Не-не-не-не Ты путаешь метод со следствием Как следствие они должны быть едины А то как Это уже за скобки Тут тоталитарно Видишь Все Уилл Самое главное Нет Так не должно быть Молодежь Ну что ж Как всегда Спонсоры щедро поддержат Тем более Что они же видят Что она обижена Почему бы с ней не поговорить Это потом Для них же выльется плохо Она сейчас озвереет И пойдет на сторону Фобуса Блин Причем даже не обязательно Раскрывать секрет Просто Да Просто Зайдите в кафешку Пообщайтесь Слушайте Пусть Корнелия поговорит Я же обижена на нее Это же видно Мне так ее жалко У нее совсем никого не осталось Поэтому он с тем Фобусом Блин Тусуется Не Фобусом А с Эдриком Но потом и с Фобусом Да Ежегодный родительский день Бумажные стаканчики Предоставлены фирмой Кап Сити Жаль что спонсоры Ничем их не наполнили А книжный магазин Предоставил анкету Для родословного древа Попрошу вас Их заполнить И приклеить фотографии Ваших родственников Лучше сбрить волосы И встать на ходу Да чего клево Клево Но не слишком Сейчас я так понимаю Очередь Хайлин Всех Вписывать по кругу У меня теория Что? Фрагонда И Вот эта учительница Директриса Они родственники Они сестры Так она же не в волшебном мире Она в обычном мире Вот это Да Так вот именно Что это пошло Это осталось Быть директрисой В обычном мире А эта директриса В волшебном мире И она сестра У нее такая Фрагонда Ну знаете Которые старушки Такие Как Елизавета Вторая Какой у нее Темный бэкграунд Ну кроме 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 Пару странных комнат Ну в целом Такой Елизавета Вторая Ой Ой я спутал Я спутал Я спутал Ну ладно Чего у второй Елизаветы Не было приколов Есть Ну были Она вроде как Принцессу Диану Убила Ну заказала убийство Это доказано? Нет Ну все равно Ходят слухи Ну я слышал про это Но Что ну королевская семья Заказала ее Эту автокатастрофу Но это слухи Ну ладно Ну ты им веришь? Нет Не знаю Мне не хочется в это верить Пап Мистер Хоффман На уроке Рассказывал О семейных традициях О том Как важно Знать корни Он просил нарисовать Мое генеалогическое древо Посмотрите Какая Кухня Вам ничего не напоминает? Если не Вот Витражные стекла Это Обычная Обычная русская кухня Вот реально Вот видишь Там еще вверху Вот такие Не помню Как называется Кто архитектор Такие треугольные штуки Если их убрать И витражи убрать Мойка Да Мойка Холодильник такой же Посмотри Кухонка вообще То есть В целом Обычная Мы старались Как могли Детка Но кроме наших Ни одного снимка А где фотографии Роджера Клодии Тети Миллисон Почему никто из них Никогда не был У нас в гостях Потому что ты приемная Так хорошо Она приемная А у них что Родственников нет Ведь Ну это странная Отговорка Потому что У них-то родственники Есть Да У них-то родственники Есть Она могла бы Заподозрить Ну это бред Ну и что Что у нее волосы Другого цвета И что Что она вообще Не похожа На своих родителей Ну да Что за бред Родственники должны быть Или может Они тоже Безростые Они тоже Они все Они все Из детдома Так Бау Вот это гениальный сериал Они вместе Сбежали Из детдома Саша Они старшие И вдвое Они ее родители Они сбежали Из детдома Слушай Они сбежали Из детдома И бегут И такие И принесли новенькую И по какой-то причине Там ее хотели То ли выкинуть Ну типа да Ей было по 16 лет Да И они вместе с ней Из детдома Вылетают И бегут Такие Мы поднимем Мы воспитаем Ну это точно Не так Но в принципе Дерия хорошая Слушай Ну интересный Был бы фильмец Да Но только причина Почему надо ребенка забрать У нас маленькая семья Мы с мамой Единственные дети И лет 50 назад Случился пожар Тогда твоя бабушка Потеряла много документов И машину И телефон Неважно Я поняла До меня никому Нет дела Ну как ты это связала Пора ей все сказать Сказать Что мы не люди Она из другого мира Мы спасли ей жизнь Но я надеялась Избежать этих объяснений Я говорю Они необычные Они не люди Люди А кто они Они Это та самая тетка Которая ее спасла Да И она Видимо Со своим другом Какая-то колдунья Не думаю Что колдунья Обычный Житель Меридиан Как интересно Они Это родители Бланка Ты видела Вот эти вот Уши Ну да Кстати Это Это взрослые Бланки Так Бланк Тоже взрослые Тоже взрослые Не ребенок Ну может у него какая-то острая форма Недоразвитость Они отказались Получается от своего ребенка Бланка И взяли Вот суки Они Родители По-моему родословная Смотрится мило Лаконично Без излишеств Да И никакого вам Мельтешения Родственников Смотри Что-то она злая Какая-то Да ее Седрик Настроил против всех Могу понять ее Могу Правда Седрик настроил Ну Эллен Знаешь Я тебе так скажу Не начинает проявляться Старый урод А что если она станет На сторону Фобоса Почему нет Я тоже не понимаю Почему нет Не ну ее с этим миром Ничего не связывает Ее подружки ее предали Ну по крайней мере Так сюжет Раскручивается Седрик Вон он там Какой хороший Да Он мне там помогал Ну и что что Седрик Большая Огромная Зеленая Полосатая змея Он может ее не быть Да В целом И главное Что он в душе хороший Да И любит меня Подождет пока я вырасту Да в целом Можно и не ждать Я на все готов В Меридиане вообще Другие законы Да В Меридиане в 13 Замуж выходит Эта идея Книга торговца Просто великолепна Они его знают? Нет Они его не знают Даже не хочу Говорить про семью Почему? Ведь ты любишь историю Я хотела Показать тебе Своё древо А мои родители Темнят Вот напустили Тумана Как будто У меня и нет Семьи Элион Пора тебе Кое-что увидеть Подожди Они все это время Знали Как выглядит Цедрик Я уже запутался И позволяли Элион С ним общаться Ходить к нему В библиотеку Они ведь знают Нет Они не знают Иначе бы это А что он сейчас Так удивляется Ну Заподозрил Ну ладно Как классно Калибр Что ты это сейчас Вспомнил Это он Блин Такой молодец Такой молодец В последний момент Он это вспомнил Да подожди А он Нет Нет А он же Был такой Что он с ним Соприкасался Должно было Девчонки Девочки Постоянно Вот все Все пятеро Постоянно С Эдриком В человеческой форме Сталкивались А А А Как 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 Калиб Калиб Забыл Простите Ну не помню Конкретного Случа Но вроде бы Должно было Я Не помню Чтобы они Виделись Гали тебе Эти люди О чем ты Рик Я изучал Архивы А вот все Родившиеся В Хиттерфилде 12 лет назад 13 марта И я тоже И что Меня здесь нет Но я родилась В этот день Так и есть Но не здесь Что ты сказал Но зачем Родителям лгать Мне Они скрыли Кто ты такая И скрыли Кто они Сами Она Должна Быть Здесь Элеон Детка Да Элеон В афере Прикинь Твои родители Орки Ну ладно Не орки Лили Ну какие-то Существа Короче Но это не орки Однозначно Это какие-то Да Это грустно Для 13-летней Девочки Лил Лорд Седрик Лорд Седрик Еле он с ним Лорд Седрик Лорд Седрик Седрик Он там Печатает на компьютере Лорд Седрик Лорд Седрик От вас Князь Фобос Будет очень рад Снова Увидеть Вас Корнелия Корнелия Зачем же Ты прячешь Личик Мама Ты сказал им Что я твоя Кто О Прости Подружка Звучит Старомодно Надо было сказать Моя морковка Так актуальней Каждый раз Кова открывает рот Неплохо становится Ну может Ей это нравится Ведь это вызывает Эмоции У нас Он что-то Он не бревно Он Он Потом эти эмоции Можно конвертировать Во что-то Да Мне нужна ваша дочь Срочное дело Деловые Современные Женщины Но мои родители Еще не все Видели Это Это не может быть Правдой Такого не может быть Но согласись Это все объясняет Ты родилась В королевстве Меридиан Далеко отсюда Нет 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 Это невозможно Я не стал бы лгать тебе Я не смею лгать Законной принцессе Королевства Меридиан Что? Я была подростком Без друзей А теперь Принцесса? Послушай Там тебя ждут друзья Семья Традиции Там твой брат Который Очень по тебе Скучает Пора вернуться домой Элион Это продавец Он и есть зверь А был таким милым Не верь Не отдам его слову О Кстати Подружки С самого начала Знали все Что? Они скрыли от тебя Кто ты Спроси сама Когда? Собирались сказать мне Я то сразу Элион Только не слушай Седрика Он не друг тебе Куда больше Чем ты Я отправляюсь На Меридиан Там хоть не будет Интриг Ты ничего не знаешь Ну конечно Я такая дурочка А Кармелия у нас В курсе всех секретов Прошу Принцесса Не с места Ты бросил меня Гнить в яме Покажи Ей свой облик Мы единым Единым Я тебе говорю Каждый раз Да Как круто Они даже В символы Свои Превратились Да Это Интересно Я считаю Что это Абсолютно Классная Идея Допустим Для какого-то Дорогого проекта Про волшебные существа Каждый раз Новое превращение Ну у них Не прям каждый раз Но очень Нет Ну я Слушай Я первый раз вижу Тебе это откровенно скажу Когда превращения Не повторяются Да Обычно же Да Как там уже успели Тысячу раз сказать Это для Раздутия Хронометража Угу Ну уже можно Красиво раздуть Не Ну молодцы Кто вы такие Стоп Что вы делаете Попался Цедрик Он беззащитен Хватит Алион Ты можешь помешать им Выпусти силу Что это было? Цедрик Что я устроила? Я все объясню Но позже Нужно уходить Это все из-за того Что они не рассказали Ей правду Потому что Уилл сказала Что не надо Мне нравится тебе Уилл Я сейчас полностью С тобой согласен Это 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 Очень То есть Не понимаю Почему к ней прислушиваешься Это настолько Легко Предотвращалось То есть Ей до этого Это же просто Гонка на промывку мозгов В которой Они изначально Решили не участвовать Они вообще Должны были с ней Максимально сблизиться Ей там Рассказ Как только Как только Да кстати Интересный прикол Как только Они стали Но они Как только Они узнали Что она Они вообще Настроились против нее Типа она Зло какое-то И одна Корнелия Блин Говорила Вы чего Ребят Лишайся Принцесса Останешься Здесь Или увидишь Королевство Переход В меридианты Должна совершить Добровольно Я не знаю Я готова Тоже Блин Ну а что Были другие Варианты У нее Так Ну как Родители То что Они Жестко С ней Относились На протяжении 13 лет Ну Да Скрыли Ну она Не чувствовала От них Понимания Какого-то Она Подросток Господи В этом возрасте Родители В принципе Ну не все Ну не валидно Да Ну не валидно Ну не валидно Где Эдует Как же я проморгал Мерзавца Расслабился Нам всем Тошно Элион Нужна В королевство Меридиан Но не в руках Злодея Братца 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 Ну не получается Это ясно Кто в этом виноват Корнелия Что Ты не дала Ее предупредить Так не честно Я знала Что так будет Тише Дети Не время Выяснять отношения Нужно Действовать Да нет Время Время Выяснять отношения Она реально Виновата Почему ей Не сказать Об этом Причем Бабка Бабка Блин тоже Слушайте Уил Сейчас Не время У бабки Есть имя Князь Фомас Ваша Сестра Элион Это ты Как долго Я ждал Так ты мой брат Да Ты правда Мой брат Я не знала Добро пожаловать В королевство Теперь ты дома Это Твоя семья Все они Даже не верятся Твоя тетя Прим Роуз Очень милая А это Твой дядя Реджинальд И кузина Вивиан Я хочу Их увидеть А это что Террариум Держу его Для детишек Прислуги Я знала Ты добра Ага Кто знает Чего он ей наговорил Нельзя же сидеть И ждать Что остается Мы отдыхаем Опять Просто караул Вот откроется портал Тогда мы начнем Принесу чай Охрененная А это карты Всех провинции Королевства Твоего королевства Просто чудо Как Седрика Говорил И все это Хотели Утаить от меня Элеон Жители земли Коварные Потому и нужна Завеса Чтобы оградить Наш народ От их лжи И козней Меня это злит Я всю жизнь Могла жить здесь Гневу надо дать выход Знаю один способ Положи руку на карту Сюда Теперь представь своих подруг И какое-нибудь тихое место Скажем Террариум Что был в зале Да? Это как Медитация? Да И проверка умения Сосредоточиться Думай Одновременно о подругах И том чудном Месте Есть Портал Вперед Она может порталы Создавать Да Какой хитрый чувак Или она может перемещать Может быть Нет Я тоже подумал Что они Сейчас засосет Куда-то И прямо сразу В террариум Нет Она просто умеет Открывать Дыры Может быть Да Что-то не похоже На меридиан Стекло Оно не пускает Нас внутрь Наружу Мы в гигантском Террариуме Насколько гигантском Ну почему Как ловушка Так сразу С грязью Словещий бутик Луч А почему Паук Больше нет Это Насколько Огромный Террариум Или они Стали Меньше Или они Маленькие Стали Это не настолько Огромный Был террариум Калебу Воткнул Восемь конечностей Тара Не забудь о школе Что там Крышка Скорее к ней Что там Мне не по себе Паучина близко Надо Чтобы он Нас не видел Хайлин Ты что Это замкнутое Пространство Ничего не вижу Бланк Дайте мне очки На вечную Или Керодин Наверх Так Обычная Правая Резьба Поворачивайте По часовой Стрелке Навались Фил Берегись Овощная Смесь Что там В ресторане Мы открываем Крышки Под струйной Горячей воды Металл При нагреве Расширяется Вода Нет Он все таки Такого же Размера Огромный Огромный Вначале Нам просто Еще с перспективы Показали Этого паука Очень прикольная Сцена Особенно С крышкой Я сразу Вспомнил Как мы Окипятили Переворачиваешь Горячими Требками Открываешь Санами Санами А нет Они маленькие Теперь Когда сила Элеон Служит Фобосу Нам будет Нелегко Сперва Найдем Портал Потом Домой Почему они Маленькие Это хоть Ну она Их Представила В террариуме Наверное Поэтому Они уменьшили Нет Это Элеон Так Смогла Сделать Элеон Я и говорю Ножем принять Нормальный Размер А там Продумаем План Родители Элеон Хватка Фобоса Все жестче Наша Задача Усложняется Извини мам Мы не хотим Не знаю Что вас огорчило Но подростковые Проблемы Решаются Сами собой А А как они Вернулись Они Весь Какой-то Портал Нашли И вернулись И стали Прежнего Размера Саша Я не знаю А до этого Как он работал А до этого Как было Ну то есть До этого Они перемещались Сохраняли Свои размеры На этот раз Они переместились Через портал Элеон Они уменьшились Благодаря Ее магии Они Использовали Тот же портал Который Открывается Автоматически И Они должны были Сохранить Свою массу Объем Как они Как это Так получилось За счет Чего Ну типа Почему они Такими стали Догадаться Можно А вернуться Непонятно Здесь отвлечься Математикой Подростковые Эх Вот было Хорошее время Непонятные дырочки Сюжетные Или я не понимаю Как всегда И сериал Гениален Но В своей пропорции Дает по чуть-чуть Типа Вот На тебе Реально Объясните мне Как они смогли вернуться К своему прежнему Размеру Я не понимаю Вот в душе В моей Бескорыстной Понимаю Че такое Загрузилась Думаю Как вообще Че дальше будет С этой Эльву Загрузилась Да Переживаешь За девочку За Седрика Да Ведь брат ее Знаешь Не любит Он просто ее Использует И потом Седрик Точнее Делаю С ней Что хочешь Он такой Да Спасибо Ее так рики Уже никто не услышит Ждем развяз Все ребятки Давайте До следующей серии Смотрим Следующую Пока